Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Детки же разные приходят Приходят те, которые уже умеют играть То есть, например, папа научил, дедушка научил Есть такие детки, которые сами уже методом, как говорится, тыкают, проб и ошибок, значит, быстрее научатся, чем их научишь. Меня в классе обыгрывал мой одноклассник, и я попросил своего дедушку учить меня в шахматы. И вот так вот я попал в шахматный мир. Дальше я начал всех выигрывать. Лучшая защита – это нападение. Здесь правильное решение – пойти в Б5. Мы убрали пешку из-под боя, при этом напали на коня. И теперь черным невыгодно бить пешку, у нас 4, потому что мы коня съедим. То есть сейчас черные должны спасаться от нашей угрозы. Задача тренера – вот на самом раннем этапе выявить, да, талантливый ребенок, неталантливый, какие у него сильные, какие слабые стороны, и развивать. В этом плане просто большое количество талантливых детей. И в Кубках России дети занимают призовые места. И участвовали вот двое в этом году у нас в Сочи на командном чемпионате России. За сборную на умы выставляли команду. Шахматное отделение в единственной спортшколе Еременко. Есть еще в Центре детского творчества, да, там просто, чтобы они занимались. И там, как бы, как бы он себя не вел, какой бы у него интерес к шахматам был, не был, мы обязаны обучать всех. Вот. Ну, в спортивной школе, естественно, подход абсолютно другой. Тут главный спортивный результат. И с учетом этого, естественно, отсев происходит гораздо больше, чем в Центре детского творчества. Основное место по площади, которое позволяет проводить городские соревнования, ну, там порядка 100 детей участвует, иногда там больше. А это СКК молодежный. Он и территориально находится в самом центре географические города. Удобная транспортная развязка там. Вторая точка – это Тундровая-1. Здесь особенность в том, что он открылся в таком микрорайоне, достаточно многочисленном по населению, в котором за все годы не было пешей доступности шахматных клубов, шахматных помещений. И поэтому, естественно, после того, как мы открыли, народ потянулся. И если на открытии там глава города говорил, что порядка 150 человек приток у нас будет, то мы уже за эти две недели перекрыли эту цифру. И третья точка – ну, достаточно небольшой там у нас шахматный класс. Это в северной части города, в микрорайоне Восточный, два друг три, по-моему. Мы раньше занимались фигурным катанием, и мне это надоело. И я решила заниматься шахматами как подруга. А здесь нагрузки, получается, интеллектуальные. Да, но тут немножечко побольше нагрузок. Вот, смотрите, чтобы заниматься шахматами, ну, нужно очень долго решать задачи. Вот мы с сестрой делаем 200-500 задач в день. Это каких таких задач? Это специально шахматных задач. В день? Да. Многие родители приводят детей с целью научить именно усидчивость, и это, конечно, поможет. Ну, несмотря на то, что мы сидим, и это очень медленно, и мало кому это нравится, смотреть 3 часа, как играют, мало, кроме тех, кто понимает. Это спорт, потому что тут такие же эмоции, только их не показывают. Когда забили гол в футболе, показывают эмоции футбольщикам, они кричат. А когда сидели ладью у противника, шахматист не кричит. Ну, это такой тихий, но спорт. И очень эмоциональный, просто внутри держат эмоции все. Самая классная игра в мире, наверное. Что так в этой игре привлекает людей? Такая простота, что можно где угодно играть. Тебе нужна всего лишь доска, фигуры и соперник, напарник. Или можно даже самому тренироваться. Человек сидит там, 5-6 часов играет, выкладывается полностью эмоционально. Это очень трудно. Когда проходят матчи на звание чемпиона мира, то шахматисты там по 6-7 килограмм сбрасывают. Раньше можно было партии откладывать в советское время, когда не было электронных часов, когда можно было партию отложить. Если вы хотите официально на следующий день доиграть эту партию, то сейчас партии таких нет. Садитесь и прямо здесь за доской выявляете победителя. А твоя самая длинная, долгая игра сколько длилась? Сколько ты часов сидел за доской? Три с половиной. Три с половиной часа. А вставать можно? Да, можно. Ну, когда ход только сделал. И на сколько можно вставать? Пока соперник ходит? Да, пока соперник с ним ходит. Ну, тяжело высидеть три с половиной часа за шахматной доской? Или время пролетает незаметно для тебя? Ну, когда как. Когда как. Смотря какой соперник, да, наверное? Да. Просиди-ка ты четыре часа за доской. Ну, четыре-то это еще такие турниры слабенькие, а вообще по шесть, по восемь есть контроли. Это фактически пришел и рабочий день. Человек, который очень много, количество лет, очень долго здесь пытался развивать шахматы и занимался с детьми, это Виктор Исакович Фламенко. Он скоропостижно скончался. Так получилось просто. Он сюда приехал вообще в незапамятные времена, чуть ли не с начала открытия города. Он приехал сюда журналистом. Но я просто его историю знаю. Он был земляком такого гроссмейстера по фамилии Балашов. Это тренер Анатолия Карпова. И просто я открывал книжку про Балашова и видел там партии с детских турниров Балашова, где он играл как раз с Виктором Исаковичем Фламингом. То есть человек в шахматах не случайных. И когда подошел пенсионный возраст, он полностью стал уделять себя работе с молодежью. Ну да, тогда была проблема, что как такового помещения не было, инвентаря не было. И все-таки, может быть, в силу возраста, как можно назвать, так, кружковая работа была. То есть если у нас сейчас спортивная школа, где отделение, где у нас вот сейчас три тренера, еще в планах два тренера взять, все на спортивный результат, то тогда, ну да, развивалось. Потому что до сих пор плоды работы Фламинга мы наблюдаем. Его ученики участвуют в соревнованиях. Вот у нас 23 сентября стартует турнир с нормой международного мастера «Мемориал Фламинга». Это уже восьмой по счету турнир в Брауле. И этот турнир, он задуман для того, чтобы наши перспективные, ну уже не школьники, ну молодые шахматисты могли выполнять баллы международного мастера. Занимаюсь шахматами уже 3-4 года. Ну, пришел я в этот спорт благодаря моему деду. 12 лет уже целых, я начал играть благодаря своей бабушке, потому что у нее был старый компьютер, на котором даже не было интернета, и мы с ней каждый вечер играли в шахматы. У меня сначала тоже не получалось. Я с дедушкой тоже играл. Я буду вам приводить аргументы человека, который никогда не играл в шахматы и не знает, насколько это интересная и увлекательная игра, да? Который видит ее только со стороны. А вы будете, значит, отвечать мне, почему я не права. В шахматы играют только отличники и зубрилки. Всех остальных в шахматы просто не берут. Так, кто будет мне отвечать? Что вы ответите на это? Утверждение. Давай. Ну, это является явно неправдой, потому что даже вот я, пример, я не являюсь ни отличником, ни зубрил, а я учусь на четверке в школе. И мне шахматы даже очень помогают учиться, потому что шахматы развивают логику и умственное мышление. Ну вот смотрите, есть разные виды спорта, да, которые показывают по телевизору. У нас что сейчас в топе? У нас, например, фигурное катание. Ну, все знают звезд фигурного катания девочек, да, значит, не все, да. Ладно, не все знают, но многие знают, там, хоккей плюс-минус периодически показывают, биатлон одно время было прям модно, да, вот все такие, ааа, биатлон, биатлон. А шахматы почему-то не очень часто показывают по телевизору. Это что значит? Это не модно сейчас или как? Не все партии настолько захватывающие и интересные, многие не понимают даже, что происходит за доской. А вот если хоть немножко ты знаешь, что такое шахматы, то тебе будет очень интересно смотреть каждую партию, особенно очень сильных и опытных игроков. В каждой игре всегда есть тот, кто ведет партию и тот, кого разводит. Чем больше жерзью кажется, что она ведет игру, тем меньше она ее в действительности контролирует. Ты бы сейчас как бы начал ходить? Из белых, да. Так, так. А почему у него так? Ну, плохой ход. Чем он отличает? Чем он хуже этого хода? То, что он к развитию не приводит никакого. Так. То есть здесь тупик, по сути, да? Ну, да. Тренеры вас учат, как отслеживать реакции ваших соперников. Ну, да. И предугадать то, какой ход они сделают. Учат? Да. Все-таки, да, учат? Это важно, да? Да, это важно. Ты можешь уже сказать, что ты, в принципе, разбираешься в людях и можешь предугадать? Ну, хотя бы по каким-то новичкам, например. По профи, наверное, это сложнее всего? Ну, да. По новичкам, да, можно легко. Есть такая стратегия сначала познакомиться и узнать, как человек играет. Такая есть стратегия у большинства. Короче, тут надо еще и хитрым быть, да? Тут можно, как, например, в картах обмануть соперника, там, вести его в заблуждение? Ну, мало, конечно, законных способов так сделать. А почти все запрещены. А могут за что-то дисквалифицировать в шахматах? Да, к примеру, за что использование подсказок. Шахматы еще в конце 90-х были признаны Международным Олимпийским Комитетом видом спорта. Ну, к примеру, например, шашки не признаны видом спорта Международным Олимпийским Комитетом. Шахматы были признаны и очень близки были к тому, чтобы стать Олимпийским видом спорта. Особенно вот при... где-то вот 80-е годы самое было такое... близко очень. Ну, самое интересное, что возразили ведущие шахматисты мира против этого. Почему? Потому что начались вопросы по допингу. Самый главный допинг в шахматах – это компьютер. Разница в шахматы с другими видами спорта в том, что человек, употребляющий допинг, он не гарантирует себе победу в соревнованиях, да? Он увеличивает на какой-то процент потенциал свой, да? А в шахматах, если во время партии воспользоваться помощью компьютера даже один раз, то это может решить исход. Чтобы воспользоваться компьютером, нужно просто одну секунду посмотреть на анализ его, несколько ходов линию запомнить, и все, и партия решена. Вот это главная проблема. Что нельзя делать? Что запрещено? Давай про запрещенку поговорим. Отвлекать противника во время партии, громко кричать, иногда даже разговаривать запрещено. Нельзя еще поправлять во время своего хода. Ну, естественно, использовать подсказки компьютера, других игроков. Ну, нельзя пинаться. А такое бывает? Пинаются? Конечно, бывает. А на Анатолий Король может убежать? Нет, безумно. У нас уже первенство России и мира до 9 лет проводится среди детей. То есть в этом году, скажем, уже 2014 год, это до 9 лет. В следующем году уже 2014 год не может играть среди детей до 9 лет. То есть, естественно, чтобы показать результаты в таком соревновании, надо начинать как можно раньше. Ну и по практике, вот, многие чемпионы мира все-таки 5-6 лет. А пешка почему не может побить? Слона. Она связана, потому что ладья такой, Николай. Да, не турой только. Ладья эта фигура называется. Скажи, ладья. Ладья. Ладьей. Официально в спортшколу зачисление с 6 лет происходит. В редких случаях с 5 лет, когда уже ребенок какие-то результаты выдающиеся показывает и его зачисляет. Ну вот совсем недавно, буквально на днях, папа привел мальчика, которому еще 3 года. Сейчас все омолаживается. Я, например, шахматами начал заниматься в 83-м году. Я учился в 3-м классе. Это поздновато по нынешним меркам. Ну, давай знакомиться с тобой. Тебя как зовут? Дима. Меня Юля зовут. Я занимаюсь шахматами 3 года. А тебе сейчас 7 лет, да? Да. Сегодня как у тебя сложился твой шахматный день? Успешно. У тебя есть какие-то герои, шахматисты, которые тебе нравятся? Да. Кто? Мишин, Литвинюк, Макар. Еще один там. А они откуда, эти ребята? Из Нового Рега. Ну, в Новом Рингуе любят шахматы. Ну, шахматы, я считаю, вообще в нашей стране любят. И это исторически сложилось. Практически до 72-го года, до того момента, когда Роберт Фишер выиграл у Бориса Спаскова, только советские шахматисты были чемпионами мира. Ну, и после Фишера Карпов, Каспаров, Крамник. Сейчас в Индии прямо настоящий бум идет. Очень много молодых дарований, которые уже показывают очень высокие результаты. Китай не так давно тоже, ну, скажем, еще лет 10 назад, может быть, 15, так, Китай не очень сильно в шахматном плане блистал. Ну, сейчас, во-первых, женские шахматы вообще вне конкуренции китайские. Нормально, когда играет девочка. Не маленький мальчик, а девочка маленькая со взрослым шахматистом. И всегда квалифицированные шахматисты говорят, что нам очень страшно такие партии играть. Потому что молодежь, она быстро прогрессирует. И самый главный страх проиграть вот как бы там женщин, девочке, намного младше тебе сопернику. Ну, с девчонками ты играл в шахматы? Обыгрывал? Или они тебя? Ну, когда как. Когда как? Ну, да, смотря еще какой соперник, сильно или нет. С Горячкиной бы хотел сыграть. Ну, да. Не страшно? Да, Саша Горячкина, она сама родом из Оренбургской области. Вот, но достаточно давно уже приехала и является воспитанницей Салихарской школы, да, школы полярной имени Карпова. Вот, ну да, она действительно одна из сильнейших шахматисток мира на данный момент. В прошлом году она официально отобралась в суперфинал чемпионата России среди мужчин. То есть там отбор, высшая лига проходила, большой такой турнир с большим количеством гроссмейстеров, из которого пять человек отбиралось в суперфинал. И она попала в эту пятерку и играла. И там достаточно достойно сыграла в суперфинале среди сильнейшими мужчинами России. В шахматах существует три дисциплины. Это классические шахматы, где играется партия, ну, например, там, в самый популярный контроль времени полтора часа. Каждому участнику дается до конца партии плюс 30 секунд на ход. То есть партия длится там порядка четырех часов одна. Вторая дисциплина – это быстрые шахматы, где одна партия не может длиться более 45 минут. И, наконец, такие молниеносные шахматы. Эта дисциплина называется «блиц». Любители, в основном, таких, кто впервые узнал шахматы, интересуют только пуля по минуте. Это когда очень быстро двигают. Но это уже не шахматы. Это просто двигатель фигуры. То есть шоу, да, такое, наверное, больше? Да. Серьезные игроки так только в интернете играют. Больше всего у нас местных шахматистов – это учащаяся в спортивную школу Еременко. Ну, в ноябрьске был турнир, я там третье место занял. Ну, наверное, это мое самое спешное соревнование. Я был в Костроме, в Москве был. Где понравилось больше всего? Больше всего Сочи. Сочи понравилось. Ну, там, наверное, и тепло было, да? Да. И Пальма еще. Твое достижение самое большое на данный момент? Ну, я занял на Гран-при России третье место. Самое главное, что находятся спонсоры, и вот люди-то, приезжая на турниры, и повышают спортивное мастерство, и общаются. Друг с другом. И у них есть возможность заработка. Например, у нас в турнире Гран-при Северное сияние призов, он был 600 тысяч. Вы как дети сейчас что выигрываете? Ну, понятно, вы очки зарабатываете, баллы, да, себе? И грамоты вам дают. Деньги пока не выигрывали? Дают. Дают? Да. Ну, если на выездных, там, вот соревнования какие-то. Ты выигрывал деньги? Да, выиграл. Ну, максимум я выиграл, ну, 5 тысяч. Большинство молодых шахматистов, они, ну, в жизни очень, и помимо шахмат добиваются очень больших высот. Вот, взять чемпиона мира действующего, Магнуса Карлосона. Ну, он вот, как бы уже пятикратный чемпион мира, хотя он довольно-таки молод, ему нету еще 35 лет. А вот он, например, создал целую империю там, да, шахматную. То есть у него есть свои порталы, Ческом, там, у него есть программы обучающие различные. Есть специальные площадки, куда любой любитель шахмат может зайти и сыграть с любым шахматистом с другого конца планеты. Это сейчас все доступно. Но другое дело, что эти соревнования не официальны, вот, а для того, чтобы поучаствовать в официальных соревнованиях, должна быть сертифицированная площадка, которая отвечает требованиям. Сейчас мы будем аккредитовывать компьютерную зону для того, чтобы дети участвовали в официальных онлайн-соревнованиях. В связи вот с этими эпидемиологическими ситуациями шахматы в плюсе оказались. Почему? Потому что можно играть в интернете в шахматы. И при соблюдении определенных требований дети могут, участвуя в этих соревнованиях, получать разряды и отбираться куда-то в официальные соревнования дальше. Вот в прошлом году даже чемпионат Европы среди юношей проводился в режиме онлайн. Но тогда наши представители ИНАУ ездили в Москву, потому что у нас не было аккредитованной зоны. Вот сейчас мы планируем в ближайшее время аккредитоваться, судей аккредитовать. И думаю, что перспектива очень большая, очень много соревнований будет. Мы работаем с инвалидами. То есть инвалиды тоже разные, но опорно-двигательные системы, там глухие. И они тоже приходят и добиваются даже спортивных результатов. У нас вот есть девочка Амина Кумратова, она выполнена кандидатом в мастера спорта. И ездит на чемпионат России среди инвалидов. И более того, она еще, наверное, 12 ей, высокие спортивные цели перед собой ставит. Это очень здорово, хорошо, потому что это адаптирует человека к жизни. Ну, есть в шахматах какая-то магия. Вот даже сами фигурки, их реально приятно в руки брать. Даже вроде бы ты их 10 раз уже и видел, да, и 100, и миллион раз. Но при этом каждый раз все равно что-то в них такое есть, что... Ну, да, фигурки меняются тоже со временем. Они же, я имею в виду, сами-то фигуры названия не меняются. Внешний вид их, да? Внешний вид, да. Появляются вот, например, вот это вот одни из современных, да, уже шахмат, которые практически, ну, используются сейчас на многих турнирах, так называемый стаунтон, да. Это дерево же, да? Это дерево, да. То есть, ну, часто используются и пластиковые шахматы. Вот, ну, да, в моем детстве были так называемые гроссмейстерские шахматы. Сейчас я их нигде не вижу. А это как? Гроссмейстерские шахматы? Ну, просто вот они так называются. Значит, у них они были немножко другие. А удобнее играть все-таки на каких досках? На гибких или на таких, которые вот так раскладываются, на деревянных? На электронных. На электронных. Ну-ка, скажи-ка, что за электронная доска такая? Ну, это такая дорогая доска. Ну, она транслирует партии. Что это значит? Это значит, что, делая ход на доске, значит, весь мир может по ссылке увидеть вообще партию. То есть, ход делается, и он сразу же передается на определенный сайт, да. Недавно проходил турнир, да, в Новом Уренгое уже второй год подряд. Все российские турниры, да, по быстрым шахматам. Там первые шесть досок как раз были электронные. А что за атомные шахматы? Ну, если, допустим, я на доске покажу, вот, допустим, вот такой вот ход, сюда-сюда, сюда конем. Вот сюда вот сыграли, тогда я бью, и вот на все эти вот клетки происходит взрыв, и все тут исчезает. То есть, тут черные могут уже мат поставить. Вот так. Конечно, любимая фигура – ферзь, потому что она очень много ходов может делать. А самая любимая – пешка. Он только впервые отходит, и все. Я люблю пешки. Я считаю, что это глупо не любить пешки, потому что пешки – это основа партии. Мы с помощью них ведем защиту. В конце веншпиле они, благодаря на них держится вся игра. Я, когда готовилась к программе, узнала, что у вас очень много всяких словечек интересных вы используете. Да, и это на самом деле тоже так интересно, и многие из них используются в обычной жизни. А мы не знаем, что они к шахматам имеют отношение. Голый король? Голый король – это когда нет ни одной фигуры рядом с королем. Да, никто не защищает короля. А король-то голый у нас, да? Обезьянья – игра. Ну, когда играешь не по правилам. Так, хорошо. Раздача люлей. Это победа с подавляющим преимуществом. Вот. Так, туристы. Вот я турист сейчас по сравнению с тобой. Подсказка тебе. Я турист. Это слабые игроки, которых вообще можно легко обыграть. Да. Так, ну, цукцванка-то ты знаешь? Да, я знаю. Да, это цукцванка-то, когда любой ход такой большой не сделал. Нет такого понятия, какой-то там, знаете, уникальный тренер. То есть тренер может быть очень хороший, но вот конкретный ребенок не может с этим тренером. Это же очень, как бы, тонкие вещи, да? И неважно. И то, что даже ребенок от одного тренера к другому переходит. Я уж не говорю о том, что в другие регионы, естественно, уезжают. И бросают этот вид спорта. Ну, кстати говоря, бросают больше девочки. Но я думаю, что это во всех видах спорта происходит. И мальчики в том числе. Ну, интересы меняются. Учебой углубленно начинают заниматься. Но шахматы в любом случае, если какое-то время позанимался, они в жизни помогут. Самое главное, что прививает шахматы, это ответственность за свои действия. То, что ты играешь партию, какую-то ответственную турнирную, имеющую спортивное значение. И ты понимаешь, что неверный ход, он может привести к катастрофе. И поэтому это все, ну, как бы, психологически потом в жизни переносится. То есть ты должен в определенное количество времени принять решение. А в жизни это происходит очень часто, да? Что мы должны принять решение здесь и сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!